Шайба Узюзякина А до этого было 6 подряд побед Ну, вот такая перестройка произошла на прошлой неделе Петр Ильич взял костяк команды И уже с ним готовился к матчу в рамках ВХЛ Которую мы сейчас как раз с вами и смотрим Нефтяник позавчера уступил в Сарвис со счетом 3-4 При этом команда горела 1-4 Попытались устроить на бет Но не получилось Обросал Агеев Длинная передача под синюю линию не проходит Калимовин, Храмов, Исмайлов Так выглядит тройка Нефтяника Нынчиков, Агеев Это пара оборонцев Четвертое звено У Ярославля Воронин, Картаев, Галимов на площадке И Яковлев, Карасовский Пара защитников Это третье сочетание Знакомимся с ярославцами Да, есть преданные болельщики Которые И в рамках молодежной хоккейной лиги Ездили за командой Вот в частности в Сокольнике Я видел 70-80 болельщиков В Ярославле ходило на матчи МХЛ Тоже несколько тысяч человек Но в целом Много новых лиц Много новых фамилий Пополнился локомотив игроками Из других коллективов И в частности Имеющий опыт Выступлений в континентальной хоккейной лиге Об этом еще Будет у нас с вами повод поговорить Вход в зону Бросок Яшина Неточный На ворот идет шайба Яшин играет вместе с Капустовым И с Танкеевым 7 защитников заявлены Локомотивом И 13 форвардов Посмотрим как распределится Игровое время Неспешно начинает Нефтяник атаку Произошел перехват Галимов останавливает шайбу Пока команды стараются Действовать предельно Рационально И осторожно Для Ярославля На матче высока Конечно хотелось бы Побаловать местных болельщиков В Виктории Но как мы понимаем Нефтяник тоже настроен Весьма решительно Учитывая статус этого коллектива И никто не хочет уступать Даже в таком Специфическом матче Тяжело дается выход Из обороны гостям Смену проводят Ярославцы Ярдаков Кручинин Ахметов Это вторая Тройка Атакующая Ярославля Вторая пара защитников Должна быть сейчас Но я смотрю Осипова Выпустил на площадку Петр Ильич Воробьев Он седьмой защитник По-видимому Все-таки В семь Оборонцев Будет действовать С первых же секунд Наставник Ярославля Метав Хороший перевод И Вот этот пас Ярдакова Был напрасно Пасы за ворот Бросать не дают Накрывает Кочурова Кочуров Второй ассистент ВХЛ На данный момент 21 результативные передачи Сделал Девятый номер Метевска Пять шаг Забросил Мощнейший силовой прием Проводит Меньшиков Молодой Галимов Попал Под раздачу Шлем слетел с него Но ничего Надо привыкать ВХЛ играют Мужики А Пальков Картаев И Галимов Отпущены Валерием Брагиным Со сборов Молодежной Команды Которая готовится К чемпионату мира Стартующему В Рождество В Канаде Поскольку такое событие В Ярославле Брагин решил На один день Отпустите Ребят Хорошо вступает В игру Ложкин Отбивает шайбу Пять минут Игры позади Пока Опасных моментов Мы не видели По-настоящему Опасных Нужно вкатиться Конечно В игру И тем и другим Нужно почувствовать Вкус К игре И Провести Хотя бы пару Интенсивных Интересных Динамичных Атак До конца Регулярного Чемпионата ВХЛ Локомотив Проведет 22 матча Необходимо Ознакомить Наших зрителей С регламентом Может быть Кто-то не знает По одному матчу С каждой командой Лиги Соперниками Из-за конференции Запад Локомотив Сыграет дома Соперниками Из-за Восточной конференции На выезде При этом Попадание Локомотива В плей-офф И посев Будет Определяться Не количеством А Количеством набранных очков А процентом Набранных Команды очков В матчах Регулярного Чемпионата Яшин На передаче На пятачок И первый По-настоящему Опасный момент В этой встрече Могло быть В завершении А Пальки Откликался На опас И вот ответ Нефтяника Бросок Выше ворот Ермолаев Это он Вросал От синей линии Несколько секундами Ранее И аплодисментами Буквально Каждое Общественно Полезное Движение Ложкина Встречают Трибуны Красивый пас И бросок Завершающий Тоже был неплох Если бы еще удалось Шайбу поднять То тогда все было бы Идеально А Пальков Имеет опыт игры В континентальной Хоккейной лиге Выигрывал С остальными Лисами Кубок Харламова Псал на Три с половиной Года Контракт То есть у него Серьезные Планы Относительно Ярославля И Хозяева площадки Потихоньку Прибирают Инициативу К своим Клюшкам И зарабатывают Большинство Первое Большинство В сегодняшней встрече На исходе Седьмой Минуты Удаляется Виталий Меншиков Вот за Этот фолк Была подножка И никаких сомнений У Андрея Бирюкова Не возникло Кручинин Выходит на лед Вместе с Ебдаковым И Ахметовым Погорячились Нужно перебросить Шайбу Кручинин Еще в начале Декабря Был хоккеистом СКА Сыграл в Хабаровске Ну а потом Решил помочь Возрождающемуся Коллективу Сам он сказал Так Знал Уручева И Собченко Молодежный Игорный Были друзьями Одну шайбу Забросил Кручинин В континентальной Хоккейной лиге Одну передачу Сделал Формально Он пошел На понижение Но с другой стороны В следующем сезоне Локомотив Будет играть В континентальной Хоккейной лиге Сейчас поиграет Кручинин В ВХЛ Будет на Лидирующих Позициях И осенью Проявит себя В КХЛ Доневска Неплохо Выглядел Воспитанник Питерского Хоккея Пока Не получается Закрепиться В зоне У хозяев Площадки Галимов Хорошо пошел В обводку На обострение И не получилось Завершить атаку Броском У Картаева Ностро сыграли В данном эпизоде Ребята из Третьей Тройки Воронин Картаев Галимов 20 секунд До выхода Пятого полевого На площадку У Митяника Возникли проблемы Со входом В зону Джузякин Индивидуально Стараются Войти в зону Ярославцы Не приносят Эта акция Успех Нефтяник В полном составе Джузякин Вез Наконец Шайбу В зону Перевод Направо Требуется Некоторое время На то Чтобы Принять Шайбу Придумать Оптимальное Решение Игрокам Не удается Завершение Атаки В середине Приближается Первый период Пока 0-0 Вот видно Что помощнее Гости Часто они Применяют Силовые приемы При том Что в составе Ярославцев Немало Хоккеистов Которые Несмотря на Молодость Уже обладают Внушительными Габаритами Петр Ильич Любит Фактурных Защитников Делает На них Ставку Положение Вне игры Обидно Потому что Я бы Подхватил Яшин Подвел Капуст Яшин Хоккейная Фамилия Отец Сыграл Химики Спокойно На Скамейке Решет Димаев Недавно В интервью Он сказал Что Он нам уже По силам Бороться За что-то Серьезное Накоплен Опыт Большой опыт В том числе И Опыт Победный Я уже Говорю о том Что Выгнана Конференция Сражение В финале Ну и в целом В Татарстане Хорошие Хоккейные Традиции Смена Смена Произойдет Этим Обусловлена Пауза Крутов Крутов На синей линии Решил Сыграть В пас Суниным Побыстрее Нужно выходить Ярославцам Из своей зоны Переходить В атаку Пас Ахметова Острее Действуют Хозяева Неудачное Оставление Атака 3 в 3 Иногда Теряются В чужой Зоне Подопечные Петра Ильича Учитывая Торжественность И важность Сегодняшнего момента И учитывая Возраст Хоккеистов Мы их Должны простить И понять Никита Ложкин Второй Среди вратарей МХЛ По коэффициенту Непробиваемости Часто В командах Петра Ильича Воробьева Галкиперы Имеют Отменную Статистику Переходят В другие Коллективы И там У них Не все Ладится Хорошая Статистика Объясняется Системностью Игры В обороне Когда есть Система Когда защитники Знают Что ему Можно делать И что важнее Нельзя делать То и вратарю Гораздо проще Действует Осторожно Мы видим Что в откат Играет команда То есть Встречает На красной линии Не прессингует И это значит Что Один из лидеров ВХЛ Опасается Локомотива Кочуров Пытался Девятый номер Откликнуться Под его передачу Но Неспешно Начинают Атаки Подопечные Гимаева Много нефтяник Катается В своей зоне Прям матч Филадельфия Тампа Вы знаете Там возникли Проблемы С тем Что Не хотели Команды Атаковать И вот момент Мальцев Завершение И первая шайба Обновленного Локомотива Дмитрий Мальцев Один Ноль Получился Стремительный Вход В зону И бросок Бросок В дальнюю Девятку Похвалю Даниила Опалькова Это он Резко Притормозил И Перевел шайбу Налево Ну вот и Наказан За Свою Осторожную Сверхосторожную Игру Нельзя так Надолго Задерживаться В зоне Ну вот и силовые Приемы пошли Со стороны Ярославцев Яшин Яшин Врезался В оппонента Жестко Плечом сыграл 91 номер Сейчас он Шайбой Разворачивается Бросает Могло быть Подправление Подставление Капустин 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 Играл На пятачке Яшин Упустил Шайбу Но Успешно Сыграл Коньком Галимов Останавливает Шайбу Есть смена Ярославцев Поэтому Они не присутствуют Соперника Дмитрий Мальцев Забросивший Первую Шайбу Из Омска Разные города Представлены Сейчас В Локомотиве Есть и свои Местные воспитанники Об этом еще будет Повод поговорить Но Мальцев Из Омска Игра во второй Половине Первого Периода Переместилась В зону Гостей Причем Так основательно Переместилась Появился Кураж У подопечных Петра Воробьева И почувствовали Они Что С одним Из лидеров ВХЛ Можно сражаться И биться Не так страшны Эти мужики С опытом Выступления В том числе И в континентальной Хоккейной лиге В частности Вот игроки Третьего звена Черных Кишняков Попадение Но нарушение Не зафиксировано Арбитром встречи И момент Был сейчас Не скажу Что идеальный Но хороший Хороший момент Был у Галимова Нужно было Резко развернуться А не получилось Надежный сейчас Сыграл В обороне Зотов Не позволил Себя обыграть Один в один Зюзякин Зюзякин Хорошее обострение Зюзякин А Пальков Смотрите При потере Шайбы Ярославцы Бьются за нее И отвоевывают Медлительная Манера Нефтяника Сейчас Отрицательным образом Влияет на Игру гостей И необходимо Как-то Вносить Коррективы Решат Гимаеву Иначе Будут неприятности Причем Может быть Еще и в первом Периоде Если игру Не перестроить Потому что Локомотив Настроен решительно Смотрите На красной линии Встречает Не дает ее Пересечь Коллективный Отбор Чуть не потерял Шайбы Бочаров Ремешевский Через вброс Решил Начать атаку Но Никакой атаки Не вышло Яшин Сейчас Откликался На передачу Но не смог Поймать снаряд На клюшке Бочаров И снова Не получается У гостей Обыграть Один в один Своих оппонентов Довольно много Брака Но я объясняю Этот брак Волнением Которым сталкиваются Участники Сегодняшней встречи И первое Удаление У Ярославцев Павел Лукин Присядет На две минуты А до сирены Минута И 46 То есть Если Не забросит Шайбу Не втянет То до самого Конца Периода Будет иметь Численное превосходство Команда Решета Гимаева Но в целом Корректно Проходит Эта встреча Всего лишь Второе Удаление И Несколько силовых Приемов Жестких Мы увидели Жестких Но В рамках Правил Поборолись Ярославцы После Вбрасывания И сумели Вывести Шайбу Из своей Зоны Это нашло Одобрение У болельщиков Вошли Гости В зону Встали Довороска Правда Пока Дело Не доходит Крутов Делает Передачу К своей Синей Линии Демидов Пас Нахапова На бросок И Отменно Сыграл Ложкин Кстати Два хоккеиста Которые Сейчас выступают За локомотив Некогда Играли За нефтяник Играли Совсем Недавно Как раз В финале ВХЛ Это Ахметов И Яковлев Так что Против Бывшего Коллектива Бросок И Отбил Шайбу То ли Кто-то Из Игроков Обороны То ли Она Зацепила Ее Ложкин Ермолаев Сам бросать Не стал Шайба Возвращается К Ермолаеву Кормилов Передача против Часовой стрелки Пошли Отлично Щитком Сыграл Ложкин Мальцев О-ля-ля Попал Кручин Под силовой Прием Но опять же Все в рамках Правил Трудится Ложкин Перекрывает Нижнюю часть Ворот Ермолаев И Сирена Застает Нефтяник В атаке 14 секунд До выхода Лукина На площадку Минимальное Превосходство Хозяев площадки Которые Увереннее Настойчивее Настырнее Провели Стартовую Треть матч Перерыв Отдыхаем Тибири В России Есть Национальная Система Высок Продолжение следует